девушки мальчики привет все мои дорогие чего я смеюсь потому что сейчас половина мне напишет почему не подстригаешься почему не укладываешься почему волосы не заколола ну как есть не заколола расчесывала как говорится еду к винсенту сегодня у нас 26 сентября винсента оставили еще на ночь потому что у нас был ураган или никого не выписали в ураган в общем что-то так потом ему за сегодня делали много-много тестов да и завтра будут опять делать тест рассказываю я еду из дому везу ему подушку одеяло еду вкусняшку я сделала без строганов из мяска сделала рулетик завернула там сыр помидорки вот говорю ничего пока не ешь сейчас я тебе привезу девочки ну чё вот сейчас будете ругаться на меня из-за прически пока стоит блин сейчас уберу ладно короче вот так так лучше нет пусть будет так не важно мне настолько сейчас все это не важно я отдохнула потому что я не могу целый день вообще вот целый день я сидела у него в палате просто ничего не делая он спал а я значит сидел на диване и ну уже устала на самом деле уже говорю винсент я поеду говорю полежу отдохну и чуть вкусненького привезу он давай давай поезжай и вот я где-то с часов сейчас времени 6 часов вечера да я где-то с 3 3 до 6 была дома как бы шефство свое отдыхала от шефства вот и вот как я сказала приготовила и все сегодня приходила женщина и делая ему мрт мрай по-английски как она ему делала я имею ввиду хотели сделать хотели сделать но у меня винсент именно вот на эту машину именно на эту машину клаустрофобик правильно говорю по-русски клаустрофобик да то есть я грунтся мы с тобой в в испанию ездили я говорю мою на этом фамилия как там саграда мы помнишь по лестнице ходили по узкой он там было не страшно а именно это вот вот это в мрт там где прямо настолько близко закрывает говорит я не могу говорит ему должны были дать таблетку успокаивающие готовы не дадут таблетку успокаивающие я смогу короче они никто не знают когда эти приедут они должны приехать из дайтона делать мрт они как мы не знаем когда они приедут винсент говорит ну знаете когда они приедут что вы мне дали за полчаса эту эту таблетку они город мы звоним они трубку не берут эти вам говорят а бардак какой-то короче девушка стучит двери год я из мрт поехали винсент это мне таблетку не давали пришла медсестра дала таблетку и одновременно его повезли на мрт естественно везут обратно не может но не может вот понимаете я вот сама не незнакомы эти чувства вот эти вот клаустрофобия мне кажется если мне надо то я закрою все глаза на эти все клаустрофобии вот меня у меня наташа губарева есть вот она тоже мне посылает сообщение говорит хоть как говорит боюсь но если надо значит надо но вот американцы они такие более нежные существа как говорится и ничего не сделаешь огонь за как это так ты не сделал от не мог и все говорить даже мне ничего не говори не мог и вот значит делались пока я была дома еще что-то делали он мне звонил сейчас и вот завтра ему дадут таблетку и сейчас я ему еще везу таблетку клозепам у него там есть таблеточка это и он галяю тоже приму и тогда ему сделают мрт потому что мрт очень важно что-то они нашли у него в голове чуть не знаю что я не знаю не понимаю какой-то как-то он так называл девочки если я скажу то многие кто в америке живут знает это слово невроджиал какой-то что-то вроде как нервы но и не нервы чего-то такое невроджиал не знаю и вот он говорит я возможно вот этими бадами которые купил которыми не подошли ягод что-то там растревожил короче не знаю сегодня естественно тоже поеду домой да я и поеду домой у меня завтра мне нужно поехать очень далеко я и буду ехать завтра самого утра я выезжаю и возможно я приеду до того как его выпишут но если я не приеду до того как его выпишут он закажет убор и приедет на убери домой потому что иначе никак у меня очень срочно срочно и очень важно завтра встреча она была запланирована очень давно месяц назад никак она не может отложиться и никак она не может как говорится пропуститься мы должны поехать были с винсентом туда но он сказал говорит ты езжай обязательно говорит а я дает до дома тут четыре мили вот это больница от нас находится меньше четырех миль 3.9 мили ну представляете пешком ходить я когда пешком хожу я четыре мили туда хожу четыре обратно если надо так пешком что еще сказать сегодня кстати дело рулетик во первый раз такой сделала девочки вообще я просто офигела почему-то вот на меня стали сыпаться в инстаграме вот эти вот рецепты вот эти вот пп рецепты и значит очень простой рецепт коржа это творог яйца все творог яйца вы в блендере делаете до однородной массы заливаете на силиконовый коврик и ставите в духовку вытаскивайте и в него заворачивайте все что угодно вот я завернула помидоры сыр и колбаску отвезу винсенту немножко отрезал год много мне не привозим что я много сыр не съем так вот вот это все я ему сейчас везу сейчас он будет есть везу вилочку ему нормальную потому что там два еды пластмассовые везу воды вот две бутылки кто-то говорил что я плохая жена думаю что я хорошая жена все таки винсент радуется когда я прихожу это знак того что я хорошая жена вот и похоже что наверное я мокрая но я не мокрая это такой рисунок у меня футболки футболки кстати этой лет уже 12 я ее обожаю это харди что еще рассказать очень много комментариев по двумя этими видео больше тысячи комментариев это просто конечно жесть постаралась поставила под каждый комментарий сердечко расскажу как блогер секрет что не блогеры просто не знаете почему у меня под каждым видео под каждым комментариям вообще сердечко да я с удовольствием ставлю сердечко но иногда иногда кажется блин времени это ставить надо почему надо ставить потому что через программу через который блогеры читают к сообщения то есть не надо заходить под каждое видео и читать сообщения у нас есть youtube studio и youtube studio там и и открываешь и про комментарии идут просто со всех видео подряд да если ты не поставишь сердечко под комментарием она у тебя все время будет вылезать как будто она не прочитана то есть сердечко это как прочитанный комментарий для того чтобы он больше не в их не выскакивал да и в общем то в этой программе чтобы новые опять читать ну в общем-то я так вам говорю потому что многие говорят вот и все время отвечаешь молодец да молодец конечно да но скорее всего если бы не было вот этого я бы наверное каждому не смогла поставить да но тут я уже как говорится и для вас и для себя делаю вот поэтому многие на расскажут там делать и ничего не спит не ест сердечки ставит иногда я ставлю сердечки и мне под мне вот пишут наташа как ты могла поставить сердечко под этим комментарием я что где как потому что иногда конечно ставишь сердечки автоматом и могут такие комментарии быть что первая половина кажется нормальной уже вторую не прочитаешь а потом оказалось что поставила значок тому кому и не следовало бы ставить обычно если я не могу поставить сердечко то я удаляю этот комментарий потому что у меня будут выскакивать или если я отвечу то тоже не будут выскакивать то есть или сердечко надо поставить или надо ответить да то есть а если уже этому комментарию кто-то ответил то если я буду отвечать в ветке то он все равно будет выскакивать и Надо ставить сердечко. Девки сейчас скажут, ах, вот почему ты нам сердечки ставишь. Тебе просто надо, а мы-то думали. Ну, это, конечно, как вы хотите, так и вы рассуждаете, это ваше дело. Но я вам по-честному сказала, все как есть. Так, что еще, что еще? Ну, сейчас буду показывать дорогу, наверное, как я еду. Вот уже заворачиваю в больницу. Так, вот больница, называется она Halifax Health, UF Health. Вот, и вот туда сейчас, видите, с двух сторон. И сейчас я туда поеду, как только зажжется зеленый свет, и поеду. Ну, в общем, так. А, еще самое-то главное сейчас мне скажете. Да где, да где, диагноз-то какой поставили? Ну, скорее всего, все равно думают, что это все из-за этих БАДов. Конечно, есть люди, и много людей, которые принимают эти БАДы, и все хорошо, и им нравится, да. Винсенту они не подошли по какой-то причине. То ли аллергия, то ли еще чего. Ну, в общем, после того, как вот он пять дней их принял, у него вот такие, вот такая вот реакция. Больше не на что думать просто, девочки дорогие. Потому что он, нормально у него все было состояние, очень отличное, хорошее. Сами видели, мы везде ездили, смеялись, как говорится, встречались, и все такое. И тут ни с того ни с сего у него вот такой ужас произошел. Ой. Да, очень обидно мне, конечно, что завтра он со мной не может поехать. Но ничего, что делать-то, одна съезжу. Ничего. Если я его даже не буду забирать из больницы, он уже не маленький ребенок. Но, скорее всего, я успею приехать обратно. Может быть, я думаю. До того, как его еще выпишут, я его заберу. В общем, посмотрим. Ну вот, видите, вот это наша больничка. Мы уже едем, не вымерзжен, Сиру. Мы уже едем с вами... Видите, вот здесь меня. Мы уже едем с вами вот в его палату. На палату его на пятом этаже. Вот, не могу сказать, где тут окна, но... В общем-то... Так, сейчас подъедем. Смотрите, народу вообще никого нет. Смотрите, пустые парковки. Просто пустые. Здесь вот остановимся. Так, открываем машину. Подушка, одеяло. Значит, без строганов. Сейчас я вам покажу даже, погодите. Сейчас покажу. В рулетик хочу показать. Без строганов-то показывать нечего. Ну вот, рулетик. Совсем чуть-чуть я ему отрезала. Видите, вот. Такой там помидорки, сыр, колбаска. Очень вкусный. И сделан сам рулет. Сам сделан. Просто из творога с яйцами. Ничего больше не надо добавлять. Вообще ничего. Вот. И здесь у нас... Он очень любит пасту. Паста и без строганов. Вот такую еду. Везет, как говорится, плохая жена. Там как-то пишет. Это плохая жена. Кто-то пишет. Погодите, заверну. Так, ну вот. А так, погодите. Двери закрываются. Видите, вот. Идет Марфа с едой. С этим... С подушками. Двери машину не забирала. Погодите. Это, конечно, никто не подойдет в машине. Ой, какой ветер. Погодите, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Пока прикасаешься, и машина запирается. Запирается очень. Я избалована этим. Я очень привыкла к тому, что не надо ключи доставать, включать машину. Не надо запирать машину ключами. Просто немножко. Так, ну вот. Видите, вот это вот. Сейчас надо будет проходить через security обязательно. Хотя у меня вот уже имя есть. Они сказали, я могу им пользоваться. Но нужно будет подушки и одеяло все через... Вот через эту карусель провернуть. Чтобы они увидели, что у меня в подушках, в одеялах нету пистика какого-нибудь. Так. Идем. Дверь открывается. Вот видите, вон. Молодая штука. Все. Все, прошла. Идем к Винсенту. Обрадуется сейчас. Мама вкусняшку привезла. Там вон столовочка, видите. Дайнинг. Я там сегодня кушала и Винсенту приносила тоже. Покупала. Но, конечно, домашнее. Приготовленное. С женой Наташей. Намного вкуснее. Вот такая вот лаби красивая. Это то же здание, где emergency room, только с другой стороны. Вот. Видите, я там тоже проверяю кого-то. Ой, оба лифта на пятом этаже. Окей. Ой, что-то прям у меня сейчас упадет. Сейчас на столик поставлю. Переделаем. Так. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Идем, идем, идем. Пять, Саш, нажимаем. Все. Поехали. Эй, поехали. 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 Где? Шлепанца. Мне, конечно, надо педикюр делать. Девочки, не ругайте меня. Сейчас скажете без педикюра. Ну, без педикюра, да. Ладно. Как колхозница? Так, все, идем. К Винсенту. Телефон держу, даже не вижу, что я снимаю. Какие бородачи стоят. Офигеть. Так. Окей. По всему коридору. В самом конце, можно сказать, Винсенту, у меня. Так. Окей. Ой, спит, спит, спит. Спит. Так, Винсент у нас проснулся. Подушечка все есть. Is it cold for you, baby, right now? No, it's okay. No? Okay. Look what I bring for you. So tasty. I just made it. This with... Okay. Okay. I'm not gonna... Ой, 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 ой. Christ almighty. Okay. That with tomatoes, cheese, and sausage, and colbasa. And this is pasta with your favorite bistroganoff. Oh, mm-hmm. So. I hope you like it. Mm-hmm. Good? Good. Mm-hmm. Nice. Very good. And that, you're gonna like that, too. I was making by myself today. Mm-hmm. If you want, maybe you can sit to the chair. So, did you do a lot of tests while I was home? Yeah. We did a couple of tests. I don't know. There. This lady here wrote down things that I gotta do. Mm-hmm. She says, uh, when I'm trying to sleep and I get these electrical shocks, it's probably nerves in the head. Neurological, you say. Neurological. 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 Oh, да. Okay. Ну, давайте не будем мешать ему есть, потом поболтаем. Видите, юрилетик тоже есть. That, you know, the bread itself, it's made out of cottage cheese and eggs. That's all. Mm-hmm. Yeah. It's no flour at all. But it's really, really good. Only flour and pasta. It's gonna be a rainy day tomorrow. Yeah. But hurricane is finished. I think hurricane is gone. Is it? You sure? Yeah. We didn't, hurricane didn't touch us. But it was here. Ураган прошел, но он нас даже не задел. Did you watch TV? A little bit. Mm-hmm. But I am feeling a lot better than yesterday. Nice. Can you dance? Well, I can't dance yet. Я говорю, можешь танцевать. You can dance when you've got this crack that I'd deal with. It reminds me of Mexico when I was woke. Yeah. Like a pole dance. Want me to pole dance? Yeah. Swing like that? I can dance like a stripteaseer on the 6th. Yeah. That's good. Very good. See that screen? They bring you like your... You see that screen next to you? That's good. Yeah. They put here like films and show it to you. Yeah. If they have some pictures, they show it right here. Yeah. So, everybody worry about you so much. Everybody say to Vincent, take care of himself. Say to Vincent, get well soon and stuff like that. They pray for you. They say, please tell him to not buy shit no more. Hey, that was an herb. So, what does your doctor say about that herb? Your doctors. My doctor? He's a doctor from Russia. They say in Russia it's not permitted that thing, supplement. Why? What name again? What? What name again? Oh. Ashkabat or something. Ashkabat. I don't remember. They say it's not permitted in Russia. Wow. Yeah. I just know that you don't need it no more. No. And you know the girl that took me down for the MRI, that was going to do the MRI? I told her about Ashkabat. I don't remember the name. We're saying put it in the name. I told her about it and she said, oh, my mother just started taking it. And I told her, I said, you better make sure. If she starts feeling any type of weird, stop taking it. Because I got to tell my mom that. Better stop now, before you start weird. All right. So, what would you say to your beautiful subscribers? No, thank you very much for caring about this old, stupid, crazy man. Thank you for you for being worried for a old, amazing old man. I was trying to fix something that's not broken. And causing you problems. I tried to fix something that's not broken. Well, that's right. That's for sure. You feel so good? I was feeling fine. Yeah. And all of a sudden. Okay. That's fine. We go through that, almost. So. Okay. Ставьте лайки. Ставьте лайки, короче. Спасибо вам. Спасибо вам.